Кнесет утвердил в предварительном чтении законопроект, запрещающий прикрепление рекламных флайеров к машинам. Суть инициативы заключается в том, что если бизнесмены не получают согласие владельца транспортного средства на такого рода манипуляцию, то они могут быть наказаны звонкой монетой. Сумма штрафа полторы тысячи шекелей. Итак, наша рубрика, посвященная интересам потребителей и другим экономическим вопросам. В студии со мной доктор Вилли Авраам. Доктор Авраам, здравствуйте. А насколько эффективным является такой вид рекламы, как флайеры? Вы знаете, рекламные листки – это самая старая реклама. Они совсем неэффективны, потому что очень понятно, что никто не выбирает людей, которым раздается эта реклама. Бизнесмены говорят, окей, ну пусть эти листки дойдут до всех. Но, с одной стороны, это очень здорово, действительно листки доходят до многих, но, тем не менее, они не достигают своей цели. Поэтому эта реклама совершенно неэффективна. Когда мы говорим специфически об этом законе, здесь есть несколько минусов. Одна из целей этого закона – это прекратить навязчивое распространение рекламы. Но, с другой стороны, это не очень помогает, потому что сегодня большинство рекламных листков находится на визитках. А визитки можно распространять. А с другой стороны, можно принести рекламные листки или просто визитки и разбросать по дороге. Поэтому я не думаю, что это будет эффективно. Кроме всего прочего, если мы говорим о законе окружающей среды, то на самом деле, если мы собираемся действительно защищать окружающую среду, то нам нужно заняться и распространением той рекламы, той рекламы рекламных листков, которая распространяется через почту, через наши почтовые ящики. Таким образом, почему нам можно раскладывать в почту листовки? Интересно. В общем, всячески пытаются продвинуть рекламу двигателя торговли, торговля товарами. И в результате мы приходим к нашей основной теме сегодняшней беседы – это гарантия и обслуживание после покупки товаров. Является ли гарантией обслуживания после покупки нечто обязательным? И касается ли оно любых товаров и услуг? На самом деле, ответ такой – и да, и нет. Все зависит от того, о каких товарах мы говорим. Если мы говорим об электронике или электротоварах, которые стоят больше 150 шекелей, то действительно по закону нам должны дать гарантию на минимальный период гарантии года. Если мы говорим о мебели, то закон в этом случае не работает. Нам не обязаны давать гарантию. Мне кажется, это парадокс. С одной стороны, если мы покупаем что-то за 50 шекелей, то ладно, неважно, пусть у меня не будет гарантии. Но с другой стороны, если я покупаю что-то дорогое, то я бы хотел получить гарантию. С другой стороны, сегодня бизнесмены говорят, если вы покупаете дорогой ковер, если вы покупаете дорогую мебель, то в конце концов мы можем дать вам гарантию. Но по закону они не обязаны этого дела. А есть ли такое понятие, как минимальная гарантия? Да. Миниальный период гарантии – это год. Так, по закону. Но многие не знают, что если вдруг я купил что-нибудь, какой-нибудь товар 1 января 2017 года, то гарантия, она не до 31 декабря 2017 года, а до 1 января 2018 года. Очень часто я понимаю, что, ой, вчера у меня закончилась гарантия 1 января 2018 года. Но по закону нет. Мы должны понимать, что занимальный период гарантии – это ровно год. Ровно год. Ну, по закону, если я купил электротовар какой-либо или компьютер, например, и товар перестал быть в рабочем состоянии, то, в принципе, мне должны заменить механизм на такой же, ну и, по крайней мере, на оригинальный. В этом случае, если вдруг у производителя или импортера нет оригинальной детали или оригинального механизма, то нам должны предоставить другой товар в той же стоимости. То есть, если я купил товар за 200 шекелей, я должен получить обратно такой же товар за 200 шекелей. А как скоро должны вернуть исправленный товар после того, как вы относите его на ремонт? Ну, вы знаете, здесь нужно понимать. Здесь есть две категории. Есть такие товары, как плита, стиральная машина, кондиционер, обогреватель – то, что нам очень нужно и нужно ежедневно. По закону, такие товары должны починить и вернуть нам на протяжении трех рабочих дней, то есть без праздников и выходных. С другой стороны, если речь идет о диванах или о каких-то товарах, которые нужно забрать в лабораторию, а потом вернуть, то по закону нам предоставляют, то есть производители предоставляют возможность поменять или починить товар в течение 10 дней. В принципе, это нормально, потому что центру обслуживания клиентов должна быть, там тоже должна быть какая-то очередь. То, что нам важнее, нужно чинить быстрее. Что можно сделать, если доставщик отказывается чинить поломанный товар, ссылаясь на то, что он якобы был использован неправильно? Ну, очень важно понимать, что когда мы покупаем новый товар, нужно посмотреть, как пользоваться этим товаром. Как правило, всегда написано на иврите, очень часто и на русском языке, часто на английском. С другой стороны, можно прийти в тот же магазин и спросить, есть ли мануал на русском языке, есть ли книжечка или правила пользования на русском языке. И мне нужно понимать, как пользоваться товаром. Это очень важно, и это нужно требовать. Если вдруг я действовал согласно правилам по пользованию, но при этом товар вышел из использования, я должен написать письмо производителю и потребовать, чтобы этот товар был заменен, либо починен на протяжении 7 дней. Могу ли я самостоятельно заняться ремонтом неисправного товара, а потом потребовать от поставщика возмещение суммы, потраченной мною? Ну, с одной стороны, если я правильно пользовался товаром, то действительно можно потребовать производителя, поменять, починить на протяжении 7 дней и написать в письме, это должно быть письмо, посланное по почте, если этого не будет сделано производителем или импортером, то мне нужно будет обратиться в другую лабораторию. Мне нужно... Притом, когда мне починили прибор или товар, я должен получить письмо от производителя или импортера, который расскажет мне, что именно было починено, что именно было поменено, для того, чтобы карантия работала и дальше. То есть мне нужно знать, что все, что там поменяли или починили, чтобы все это были оригинальные механизмы и части товара. Может ли поставщик требовать оплаты за ремонт поломанного товара, если этот товар все еще находится на гарантийном обслуживании? Да, действительно, это может случиться, но только в некоторых случаях. В одном случае, если вдруг становится понятно, что что-то случилось из-за того, что был сильный ливень, снесло весь дом, в том числе мой товар, но с другой стороны, тем не менее, поставщик может сказать, нет, я не буду это чинить. А с другой стороны, поставщик может сказать, вы намеренно причинили вред, вы намеренно пользовались не так, и по этому поводу мы не готовы менять или чинить. Поставщик может отказаться, если только вы не намеренно сломали тот или иной товар, который приобрели. Мы также говорили, что, в принципе, можем обратиться в частную лабораторию, в частную лавочку, и поставщик может сказать, я не готов брать на себя гарантию, если кто-то другой копался уже в товаре. Сказано, не производитель, не поставщик, кто должен чинить поломанный товар. Ну, во-первых, нужно действительно хорошо читать гарантию. Если ничего там в этом не написано, ничего не написано, куда посылать товар, если он сломается, то нужно отсылать его нашему поставщику. Если товар стоит более 400 шекелей, то поставщик должен забрать товар, починить, поменять. Если есть гарантия. Если купили товар, ну, скажем, разбив его на платы, ну, то есть на несколько платежей, а товар в результате не был вам доставлен, имеет ли право человек, приобревший этот товар, который приобрел товар, отменить платежи? Вы знаете, действительно, так происходит, что мы заказываем какой-либо товар, нам говорят, через 30 дней, а время все идет и идет, а нам все товар не доставляют. По закону мы говорим так, если мы платим чеками, нужно делать это очень аккуратно. Мы должны на чеке написать название поставщика, потому что если чек открыт и неизвестно, кому этот чек выписан, то поставщик может передать этот чек своему поставщику, другому какому-нибудь человеку, в общем, использовать так, как захочет. Если я не получил товар, который... Если я не получил товар, который приобрел, если мне его не доставили, и я хочу отменить чек, то в таком случае чек, который перешел в третьи руки, человеку, который совершенно не виноват, он может меня засудить. Поэтому нужно быть очень осторожными в этом смысле вообще. Я хочу сказать, никогда-никогда не оставляйте открытыми чеки, потому что можно действительно попасть в неприятную ситуацию. Но если это происходит действительно, если мне не доставили товар, я пишу письмо и говорю, я хочу отменить чек, я его действительно отменяю, но я предупреждаю об этом поставщика. Если же я плачу кредитной карточкой, я тоже обращаюсь к поставщику, а также обращаюсь в кредитную компанию. Нужно написать письменно, почему я хочу отменить оплату, и нужно объяснить и прислать копию заказа. В принципе, кредитная компания действительно может отменить платежи. Если я, например, ожидаю более двух или трех месяцев доставки товара, который я приобрел, эти чеки не будут восстановлены. Но следующие платежи будут отменены. Недавно журналисты Глобс опубликовали статью, в которой рассказывается о том, что один из израильских мобильных операторов обманул пожилых пользователей. И что конкретно произошло? Это действительно произошло. Эта компания не один раз сделала такую, так называемую, ошибку. Сначала раздавали таблеты, а сейчас история идет о том, что речь идет о паре, пожилой паре, которая пришла в компанию. Они купили самый простой мобильный телефон, потому что являются людьми ультра-отодоксами. Ей дали таблет, ей дали аксессуары для мобильных телефонов. И эта пара вышла, купив в центре мобильной связи товаров на 10 тысяч шекелей. Она об этом даже не знала. Такое иногда происходит. Поэтому нужно обратить внимание на то, что вы подписываете, какие соглашения с компанией, у которой вы приобретаете что-то. Поэтому, если у вас есть проблемы, мы на следующей неделе как раз об этом поговорим, напишите в моем фейсбуке. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова